Мой перчик. Чтобы добиться от перца наивысших показателей урожайности, чтобы добиться желаемого количества урожая, вкусовых качеств, нашему перцу нужны и необходимые подкормки, как органические, так и минеральные. Также используют и народные средства. Я сегодня свой перец пролила раствором коровяка. Там больше всего количества азота в этом удобрении присутствует. Хоть и цветет мой перец, да, вот он уже весь в бутонах, но масса зеленая еще не совсем набрана, поэтому сейчас еще не помешает азот. И также я хочу подкормить еще свой перец борной кислотой. Борная кислота у меня сегодня будет подкормка по листу. Она разводится 2 грамма на 10 литров воды. Мы растворяем борную кислоту в горячей воде 70-80 градусов. Тогда гранулы хорошо растворяются и уже доводим до 10 литров. Пролив по листу у меня будет теплой водой. А что же нам даст это? Это пополнит дефицит бора в наших растениях, да, улучшит усвоение кальция, что необходимо именно для наших плодов. Увеличит количество завязей, что это для нас тоже очень важно. Практически на 20-30 процентов повышает, да, нашу урожайность. Также увеличит вкусовые качества, сахара плодов добавит. И если мы обрабатываем борной кислотой, то, как правило, продлевается лёжкость наших плодов. Также, если у нас есть перекормка азотными или калийными удобрениями, то вот такая именно подкормка борной кислотой нормализует эти последствия. И также ещё борная кислота позволяет предотвратить развитие некоторых заболеваний и способствует защите от насекомых. Повторяю, сегодня у меня будет производиться подкормка борной кислотой по листу. Необходимо производить это не более трёх раз, потому что борная кислота имеет свойство накапливаться в плодах, но чрезвычайное количество борной кислоты нам не нужно. Также обработку необходимо проводить в перчатках, стараться, чтобы раствор не попадал ни в глаза, ни на лицо. Поэтому берегите себя, улучшайте качество и количество своих плодов. Всем удачи!